Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами в эфире передачи «Якутс сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина и очень рада быть сегодня здесь в начале 2023 года, в первый рабочий день. Я понимаю, что все сегодня его провели, видимо, по-разному. Кто-то спал, кто-то сильно спал. Ну а мы сегодня довольно бодры, веселы и хотели бы поговорить с нашими гостями о том, как жил благотворительный фонд «Харесхал» в 2022 году, о некоторых итогах, успехах, победах. У меня сегодня в гостях замечательные девушки, с которыми, в принципе, мы вместе работаем, поэтому у нас будет такая мини-планерка, видимо, произойдет. Итак, у нас сегодня в студии координатор социокультурных мероприятий фонда «Харесхал» Айнара Сокольникова и Галина Коротова, преподаватель керамической мастерской и керамической студии, которая открылась в 2022 году в фонде «Харесхал». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, каким был год 2022? Я вот привыкла всех поздравлять и всем говорить, какой был сложный год. Столько было потрясений, столько было сложностей и нервных невозможностей. Может быть, было что-то светлое и яркое? Айнар, пожалуйста. Конечно, без светлого и яркого в нашем фонде с нашими детьми, с нашими родителями, без этого совершенно никак. Да, год был достаточно насыщенный, особенно у нас. У нас была смена директора. Для начала начнём с того, что к нам присоединилась Любовь Николаевна в прошлом году. Да, собственно, стала нашим новым директором. И как изменения пошли в команде изначально. То есть мы начали выстраивать какой-то новый план работы. Знакомиться вообще с другой стороны, с фондом, можно даже так сказать. Потому что Любовь Николаевна – это новый человек. Она хоть с нами всегда как-то на протяжении многих лет была с нами где-то по ту сторону. Да, у неё своё видение, свой взгляд, поэтому мы вот с вами знакомились, так скажем. Познакомившись, мы, конечно же, не переставали трудиться и работать. Ну а фонд Харасхал, он вообще для кого? Для кого он работает, кому помогает? Ну, наш фонд, получается, уже нам идёт 12-й год. Это очень огромный, большой срок для фонда. Сейчас такой подростковый период, видимо, у фонда. Да, да, да. И вообще главная задача, получается, наша – это семьи воспитывающих детей с инвалидностью по республике Саха-Якутия. Мы не ограничиваемся городом якутском. Мы стараемся и работаем во благо всех детей и всех семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Как у нас есть основные задачи, то есть у нас и юридическая поддержка, то есть мы стараемся… Всё на безвозмездной основе у нас, конечно же, происходит. Социокультурные мероприятия, различные консультации. То есть у нас очень-очень-очень большой спектр работы, да, потому что многие думают, что если фонд – это именно… Только сбор денег. Да. Да, но у нас помимо сбора средств, это даже наша не основная, так скажем, миссия, не наша основная задача, но мы всё равно не убираем этот момент, потому что помощь, если нужна семье, да, в материальной, какая-то финансовой, то вот благодаря помощи жителей совместно, а иначе никак, мы работаем. Но помимо вот этой всей части, нам же нужно детей социализировать, да, выводить их, получается, в общество. Даже не только дети, родители тоже наши учатся вместе со своими детьми. Ну вот социализироваться в нашем обществе – это ещё одна часть. И то есть у нас очень-очень много работы. А есть ли в фонде работа в целом с обществом, то есть не только вот с этими конкретными семьями, а какой-то извне? Да, помимо того, что мы делаем сборы, да, для общества, мы, конечно же, стараемся максимально отблагодарить всем, чем мы можем, да. Мы можем чем отблагодарить наших уважаемых горожан, да, вот наших жителей Якутии? Мы с удовольствием проводим уроки доброты для компаний, для школ, для детсадов, то есть совершенно, абсолютно для всех. То есть можно написать колл-центр фонда и заказать для своего класса, например, такой урок. Да, получается, для детей у нас совершенно одна программа, для взрослых у нас другая программа. И благодаря этим урокам наше общество, наши дети, наши жители, они понимают и принимают людей с инвалидностью. Мы убираем вот эти все стереотипы, да, вот, там, чтобы не было жалости, скажем так, грубо, да, чтобы мы были все равны, да? Разные? Ну, равные. Ну, равные. А какими акциями в 22-м году вот ты лично гордишься? Что ты проводила, и вот тебе не стыдно за это мероприятие? Вот самая милая, самая трогательная, да, наша самая первая акция достаточно такая простая. Она называется «Бежим вместе». Была она проведена для детишек, детских садов. Представляете, по всей Якутии маленькие ребятишки, самому маленькой участницей была полтора годика, и она стала участницей нашего маленького такого марафона, да, забега. Условия при забеге, то есть каждый садик, каждый район ставил свои, какие им удобно. Нам отправляли видео, как детишки соревнуются во благо сделать доброе дело, да, скажем так. То есть они бежали, чтобы сделать, ну, вот, кому-то... То есть дети помогают детям, скажем так. И при этом родители, они вносили взнос. Да, получается, они вносили оргвзнос. Он у нас был небольшой, всего 200 рублей. Это, получается, такие, как сказать, моменты того, что в городе, конечно, у нас было легче, в плане того, что они получали наклейку. А, было оформление. Да, атрибутика. Они получали наклейку, диплом, сертификат. Вот районы, которые ближние, да, кто мог, они быстренько с города забирали и у себя на местах уже раздавали детишкам. Но у нас были настолько отдалённые районы. Даже Арктика участвовала. Да, представляете? И, конечно, до них не долетят, не доедут в скором времени наша атрибутика. И они там сами всё распечатали, детишкам всё повесили. Они такие, как бы май месяц, это был ближе к июню уже, да, прям такое тепло-тепло, в городе-то, а у них ещё детишки там в курточках, в шапочках. И это так прошло всё легко, так прям... Мы очень рады, да. И собрали по итогам этой акции более 500? Нет, более 500 мы собрали в другой акции. Здесь мы собрали чуть больше 200 тысяч. Ну, это колоссальная сумма. Да, если просто жители, да, за короткий срок. Да, это маленькие жители, понимаете, да? Да, да, да. При поддержке... Но у них есть большие родители, да. Родители, воспитатели, да. Очень мы благодарны, что они, конечно, нас поддерживали. А в 23-м году такая акция будет? Ну, мы попробуем ещё раз, конечно, сделать. Самое, что удивительное, очень сильно поддержали районы. И мы надеемся, что в этом году присоединится и город. И мы сможем уже прийти непосредственно в наши детские садики города, да, и увидеть это своими глазами. Районы всегда, мне кажется, более активные, да. У нас в районах есть представители фонда, которые вот эту вот миссию несут, рассказывают, показывают. Может быть, ещё благодаря им в том числе, да, так хорошо получилось. Что касается сборов. Всё же сборы фонд проводит. Какие сборы ты координировала? Вот чем гордишься вот за прошедший год? Ну, сборов очень много, да. Это бывают и сборы на лечение детей, да, и на какие-то им необходимые средства для реабилитации. То есть за каждый сбор, сколько бы мы не собрали, мне кажется, нам стоит гордиться, потому что, ну, вот благодаря поддержке всё-таки жителей, партнёров, да, вот это всё происходит. И ты когда смотришь, что хотя бы какая-то сумма собрана, что из-за этого уже можно гордиться. Да, гордиться. А я... Мне очень хорошо прям так запал в душу проект «Я дома», где мы собирали средства для реабилитации ребятишек с ДЦП, собрали по итогу, правда, не ту сумму, которую планировали, но решили сбор закрыть по концу года, и 20 ребятишек получили хорошую, мощную, полноценную реабилитацию здесь, в пределах города Якутска. Экономия колоссальная была посредством, и дети встали, пошли, кто-то сел, кто-то что-то мог сказать первое, да, то есть это было прямо суперэффективно, можно так сказать. В декабре приходила мама Богдана Ли, которому мы собирали на реабилитацию, подарила даже стих, большую благодарность. Ну вот, в принципе, для этого фонд-то и работает на самом деле, да? Да, но мы вот за каждый сбор, за каждого ребёнка, ну, за всех детей, то есть у нас такая команда, что мы вот работаем во благо каждого ребёнка, да, то есть мы стараемся максимально вот отдать всё, что мы можем, да, и, конечно, у нас это никогда не получится без поддержки наших вот жителей, компаний, партнёров, да. А, кстати, вот кто самый главный спонсор у фонда Хоресхал? Кто больше всего помогает? Ой, ну-ка. Так, ну их достаточно... Ну, самые крупные, самые крупные, кому можно было бы сказать спасибо. Это не реклама, это не реклама, это просто вот такое лавердыно. Я боюсь, что я могу кого-то забыть, да, чтобы никого не обидеть. Ну, вот самые крупные компании республики, которые вы знаете, каждый знает, они... Такая с намёком, с намёком сказала Аймара, да? Ну, то есть это и Алмаз Аргенбанк, это учредитель фонда, поэтому они прям хорошие помощники. Компания Алроса, Сургутнефтегаз. Ну, они помогают не огромными суммами, да, но вот такими возможными, но которые всегда очень вовремя к нам приходят. Но к нам, знаете, вот все компании приходят очень вовремя, да? Саха Транснефтегаз, Саха Энерго, ну, вот крупные я сейчас называю. Да, да, да. Вот и большая вот от них была поддержка, да, это на... в рамках акции «Новогодняя сказка». Да. Сколько собрали? Сумма сбора была 1 миллион 400 500... 453, да. Да, тысячи рублей. И эти средства у нас собирались для 3000 детей Якутии, кто состоит в нашей базе фонда, кто пользуется нашими услугами, для того, чтобы им сделать подарки на Новый год. Это такая традиция, это хорошая традиция. И все даже раньше говорят, что не знали, кто дарит подарки, думали, что это соцзащита даёт и так далее, а потом оказалось, что это просто фонд, просто благотворительный фонд через людей. Да, благодаря вот такой поддержке наших крупных компаний, потому что сбор средств идёт только, ну, благодаря им, потому что сумма, как вы видите, очень большая. И подарок... Ну, почему такая большая сумма? Потому что и то это маленькая сумма, которую, да, вообще... То есть мы стараемся делать такой хороший подарок, но не за очень дорого. Один подарок стоит... Около 500 рублей. Ну да, это, в принципе, не так дорого. Это не сладкий подарок, это был такой полезный. Да, делились на две категории подарки. И получается, вот 3000 детей по всей Якутии, они получили наши подарки. И ещё раз повторю, что эти 3000 детей, которые состоят именно в нашей базе. Что значит в нашей базе, да? То есть это те семьи, те дети, которые пользовались услугами фонда. То есть это различные консультации, мастер-классы и, в общем, все мероприятия. Мы сейчас уйдём на перерыв, а вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. А, ещё есть немного времени. 3000 детей – это очень много. А в Якутске все мы уже раздали? Или ещё идёт раздача? Мы в Якутске продолжаем ещё раздачу. Приветствуем вас в студии передачи «Якутс. Сегодня» на радио ТТИ. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номера для связи. Вы можете нам позвонить, задать интересующие вас вопросы нашим гостям по номерам 320066 и 321166. До перерыва мы говорили о том, как работает фонд Харрисхал, для кого он работает, с кем он работает. Мне интересно узнать, в 2022 году какие-то федеральные победы может быть были у фонда и какие? Да, в 2022 году фонд Харрисхал с проектом Харрисхал плюс стала полуфиналистом международной премии «Мы вместе». Я тоже участвовала в этой номинации, не в этой номинации, в этой премии международной, как волонтёр. И я была как волонтёр в фонда Харрисхал. Тоже прошла в полуфинал. Галина, чем ты занимаешься в фонде и как пришла в фонд, мне интересно? В фонд я пришла в 2020 году и с конца 2022 и полностью в 2021 год была волонтёром фонда, проводила для детей бесплатные занятия по глинотерапии. У тебя была керамическая мастерская в то время, своя, да? Да, была своя мастерская, где я принимала детей, занималась с ними. И потом фонд пригласил меня уже работать с февраля 2022 года. На экране как раз видно сейчас, те, кто смотрит нашу ТВ-трансляцию, изделия, которые сделаны в керамической мастерской фонда. В прошлом году фонд получил крупный грант. Что это был за грант и о чём, для чего? Это был грант фонда Потанина. Да, Владимира Потанина, где мы выиграли, победили. Это вот когда новый директор к нам пришёл, Любовь Николаевна. После того, как она увидела мои занятия с детьми по глинотерапии, нам совместно пришла идея открыть мастерскую. Это было вдохновение на самом деле, правда. Да, когда посмотрела, какие изделия детки лепят, что они могут, вот и с сентября у нас уже мастерская работает в смарт-библиотеке на третьем этаже на Рионово 12А. Да, приходите. Да, в конце января у нас планируется новый набор детей. Сейчас пока 5-7 детей вот ходят. Вот сейчас всё-таки часто весной и зимой дети болели, и трудно было всем вместе собраться и полепить. Было время состыковать, первая-вторая смена. Думаю, обязательно что-то придумаем. А глинотерапия – это вообще про что? То есть это сделать какое-то изделие, его запечь и всё? Нет, вот это мы делили в Херсхале, как отдельно были мастер-классы. Мастер-классы – это совместная лепка детей с родителями. Это вот о досуге. Да-да-да. А глинотерапия – это как техника, одна из видов арт-терапии. То есть это развитие мелкой моторики, снижение от агрессивности. То есть эту глину можно побить, там, я не знаю, потыкать. Да, или гиперактивность. То есть дети становятся более усидчивыми. То есть в твоей практике были такие случаи, когда вот ребёнок сначала, короче, или не хочет, или агрессивный, а потом он через глину успокаивался? Да, конечно, это заметно. Но это обязательно нужно вот проходить более 4-6 занятий. Что на первом занятии ребёнок сначала привыкает, понять не может. На первом занятии иногда дети даже 10 минут усидеть не могут. На втором они привыкают. На третьем они привыкают к окружающим. Начинают общаться, разговаривать. Я помню, первый набор, когда детей у меня был, там было 12 занятий. Там был мальчик Андрюша. Он только, не знаю, на шестом-седьмом занятии вот привык ко мне. Привык, раскрылся. Да, раскрылся, разрешил его, что можно к нему поближе подойти, потрогать. Я напоминаю, что мы говорим о ребятишках с инвалидностью, поэтому к ним всегда нужен такой особенный подход к нашим особенным детям. У тебя есть профильное образование. Да, в прошлом году, в 2022 году, я закончила СФО, Институт психологии, магистрская программа социально-психологическая помощь семьям с красным дипломом. Кстати, поздравляю, пользуясь случаем. То есть, в принципе, в фонде работают профессионалы, которые умеют, знают, как социализировать. А потом вот эти вот изделия, что с ними происходит? Вот вы сделали керамическое изделие. Родители такие, фото посмотрели, красота. А что дальше? Хотят, конечно, дети сразу забрать и думают, что они сейчас где-то должны высушиться что-то быстро. Я объясняю, что они должны сушиться сначала под пакетами, чтобы постепенно высыхали, потом в муфельной печи при температуре 1000-1200 градусов, чуть более суток изделия запекаются. Необходимо два обжига. Первый – это... Ну, такой. Да, первый обжиг – утильный обжиг, второй – политоид. То есть, мы уже покрываем глазурью, и изделия становятся такие красивые, гладенькие. Наверное, любят их ещё разукрашивать, да, не только лететь. Да, вообще, все изделия такие яркие, цветные. Да, да, да. По гранту фонд открыл магазинчик, небольшой такой, в онлайн-формате. Да, где сейчас... Вот сейчас посмотрели наши зрители изделия фонда, и кто-то, может быть, влюбился, я не знаю, в нашу вазу. Где можно приобрести? Можно приобрести в магазине «Гоу Грин», второй этаж, «Женкидзе, 17», и в магазине «Мистер Бин» на Короленко 2А, «Голобус». И также в нашем фонде на Курошёва 24, 403-й кабинет. Ну, и не забываем, что есть ещё на сайте фонда маленький магазинчик. Да, и онлайн-магазин у нас тоже есть, действует у нас доставка. На каких условиях сейчас работают ребята? То есть вот как? И как будут работать вообще? Что планируется дальше? С нового года ребята будут получать 30% от продажи изделий. То есть они уже смогут зарабатывать. То есть это дети-подростки, с которыми прямо будет заключаться договор. Да. Да, и они будут... Первая их работа. Но не у всех же получается такие крутые делать изделия. То есть ты производишь всё же некий отбор ребят, да? Да, всё равно, конечно, будет отбор. Ну, вот набор будет в конце января. Поэтому мы приглашаем заранее. Следите за анонсами на сайте фонда, в социальных сетях. Ну, Галина находит ко всем подход, на самом деле. Сколько у тебя в мастер-классах приняло участие в прошлом году? Помнишь эту цифру? Ой, там что-то очень много было. Очень много. Ну, то есть сотни... План много перевыполнили. Я помню, был один день, где было 80 детей. 80 детей. С утра до вечера. Это просто невероятно, на самом деле. И потом они же все же просят дойти нам то, что мы слепили, сделали. Ну, это классная история, потому что многие родители не понимают, чем дальше может заниматься их ребёнок. Особенно если есть ментальные нарушения, да, или двигательные какие-то нарушения. И это как путь, по сути, заработка. Ты же им показываешь пример, и вот те пять ребят, которые сейчас на постоянной основе, да, трудятся в нашей мастерской, в будущем они могут же на этом зарабатывать? Да, конечно. Керамика ручной работы сейчас очень популярна. Много ценителей ручной работы. Ну, это просто замечательно, на самом деле, что мы, наконец-то, уходим от вот этого китайского широкого потребления и приходим к такому узкому, локальному, тёплому. Классно. А что будет дальше с мастерской, какое-то развитие, вообще, какие планы? Планов, ну, набор сначала сделать. Да, сначала сделать набор. И хотелось бы большой какой-то магазинчик всё-таки открыть, большую такую мастерскую, которая была бы, чтобы прям как цех такой у нас вот был. Я всё жду, когда у нас вот будет своё такое помещение большое. Пока места мало. Да, просто у нас пока места мало, невозможно слепить много изделий, хранить их, потому что этим помещением пользуются и другие люди. Ну, для того, чтобы мы смогли развиться, нужно, чтобы люди заказывали, делали предзаказ, да, покупали. То есть, ну, тут абсолютно рыночная экономика, на самом деле. И таким образом получали изделия уникальные. Я очень люблю тарелку, которая как луна и с пальчиками, с детскими, с отпечатками пальчиков. Вот это прям невероятная вещь, на самом деле. Она такая прям тактильно тёплая, классная. Вот поэтому заходите на сайт, выбирайте, покупайте и помогайте фонду развиваться. Чтобы мы не просто собирали средства, но их вот так вот зарабатывали. В декабре мы заработали 19 тысяч рублей. Ну, это пока, конечно, совсем немного. Сейчас все предприниматели, которые нас слушают и смотрят, наверное, ухмыльнулись и сказали, что они говорят на юные. Ну, в декабре же у нас ещё был период, когда дети не учились. Да, да, да. Ну, и мы начали очень поздно продавать, поэтому мы надеемся, что всё-таки будет дальнейший рост. И сейчас ещё планируем открытие мастерской по текстилю. По текстилю. Надеюсь, что что-то у нас в этом плане получится. Ты начала свой разговор про волонтёрство, я потом как-то в мастерскую перевела. Волонтёры есть у фонда? И вообще, как, что, где, как узнать, как стать волонтёром в фонда Харасхал? Во-первых, это в колл-центр позвонить, с чего и я когда-то начала свой путь. Так, здрасте, я хочу помогать. Да, и меня связали с Нергуяной по поводу, и всё. И она меня вот так вот эти полтора года вела. И на сайте Добро.РФ у нас пока что там 50 волонтёров. Ну, это прямо... Да, мы анонсируем мероприятия, где нам нужны волонтёры. Вообще волонтёры нам нужны не только помимо мероприятий. В Харасхале всегда кипит работа, волонтёры всегда нужны. Даже мне в фаст-мастерской тоже нужны волонтёры. Поэтому заходите, регистрируйтесь. Мы рады. Но мы рады разным людям, даже и молодым людям. Вот сейчас, например, была проблема молодого парня, который в театре является артистом полноправным. Вот его сопровождать, например, периодически. Из дома до театра и так далее. Просто такая нужда появилась у семьи. И если вы, например, готовы оказывать такого рода помощь, то приходите. Или делиться своими знаниями. Да, можно. Или просто помогать на мероприятиях. Если вы что-то умеете, красиво фотографировать. Что ещё можно? Ну, абсолютно всё. Просто всё, что вы умеете, всё, что вы хотите дать детям, семьям, родителям. Все будем рады. Да. Ну, вот у нас все ведущие всех мероприятий, они всегда волонтёры. Да, у нас все мероприятия, все артисты, все аниматоры, все гости, все присутствующие, все волонтёры. Волонтёры. Мы, конечно, работаем в фонде, но на самом деле очень символически за это получаем, можно так сказать. Ну, большинство у нас все-таки пришли волонтёрыми. Я тоже, например, пришла волонтёром. Это в каком году было? В 2014-м или в 2015-м мне предложили... А для чего? Зачем? Вообще я была там в ведущей телевизионной передаче. А потом говорят, а ты не хочешь попробовать мероприятие на 1 июня провести для детей? Вон, площадь Ленина, у нас есть целая. Я такая, ого, надо попробовать. И в итоге вот мы взяли детишек с инвалидностью, звёзд эстрады, соединили, скомпоновали номера различные, творческие. Вот, сделали концерт, выступили на 1 июня перед жителями города. И всё, дальше меня тоже предложили уже остаться и продолжать. И вот так вот дипломированный психолог превратился в ивент-менеджера, как сейчас модно говорить. А на самом деле вот этот вот волонтёрский путь, он интересен ради опыта. Ради опыта. И если этот опыт можно получить, то лучше это делать, потому что такой уникальный опыт не получишь, мне кажется, просто больше нигде. А мы уходим на рекламу, встретимся с вами после перерыва. Ну а мы снова приветствуем вас в студии передачи «Якутс сегодня». Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам по номерам 32 00 66 32 11 66. Ждём вопросов по типу «Как стать волонтёром фонда Харресхал?» Я хочу работать в фонде «Харресхал». Кстати говоря, у нас есть вакансии в фонде, поэтому звоните, узнавайте, какие именно, и приходите в нашу интересную, дружную, довольно-таки молодую команду на самом деле. В декабре, в ноябре началась акция «Новогодняя сказка». Все знают про акцию «Ёлка добра», мне кажется. По всей России максимально распиаренная история. В Якутске так вообще. Вот про новогоднюю сказку, мне кажется, как-то не очень знают. Но она проводится уже несколько лет подряд. О, есть звонок у нас. Как раз хотят спросить, как прийти на работу в фонде, видимо. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это Анна Петровна. Я у вас передышки работаю. Здравствуйте, Анна Петровна. Мы вас рады слышать. С Новым годом вас наступившим. Ага, так. Анна Петровна, вы хотели что-то спросить? Ага. Ну, я не сколько спросить, а вот пожелать вам. Так. Я у вас где-то с осени начала приходить. И так приятно приняли, тепло. И я как педагог с очень такой, с открытой душой, сердцем хожу своим детишкам, которые мне время от времени, значит, бывают заявки. И родители тоже очень тепло отзываются о Харсхале, о всех работниках и волонтерах. И поэтому я бы хотела пожелать всем сотрудникам, волонтерам Харсхала в этот год и вообще всегда и во всем идти вперед, развиваться и открывать новые-новые проекты. Всего вам хорошего. О, благодарим вас. Спасибо большое. Мы очень рады, что вы с нами. Очень рады, потому что получаем добрые, хорошие отзывы от наших родителей о вашей работе. Спасибо вам. Будьте с нами в 2023 году, пожалуйста. Анна Петровна немного прорекламировала, да? Ну, мы не договаривались, правда, честно. Услугу фонда, которая есть для наших родителей, для семей под названием «Передышка». Это когда можно пригласить няню домой и заняться какими-то своими делами. Речь идет о ребятишках с тяжелыми множественными заболеваниями, которых просто не оставишь, которые не ходят в детский сад, не посещают школу, их не оставишь, ну вот с кем-то, да, просто с какой-то няней. Поэтому у нас квалифицированные няни, которым можно доверять, которые знают и умеют обращаться с нашими ребятишками. Например, у Анны Петровны в том числе есть образование и опыт работы массажистом, поэтому она и немножко массаж даже ребятишкам делает. Если вам нужна такая услуга, уважаемые родители, пишите, пожалуйста, в контакт «Центр фонда». Мы готовы вам помочь, чтобы вы занялись своими делами или с собой. Мамам всегда очень важно заняться собой. Возвращаемся к Новому году. Новогодняя сказка. Про что эта акция? Это только про подарки, про которые ты уже говорила, Айнара, или что-то иное, больше, меньше? Ну, вообще, этот проект, он такой достаточно широкий, да, так скажем. Туда у нас входит не только раздача новогодних подарков для детей из нашей базы. Да, вот, малыши наши приходят за подарочками. Мы очень рады, когда они делятся с нами фотографиями, отзывами о подарках, которые они от нас получают. Потому что нам тоже очень важно знать, насколько им это оказалось полезно, интересно и так далее. Ну, в общем, наша программа, вот, «Новогодняя сказка», в неё входит ряд мероприятий, да. То есть первое вообще мероприятие, которое открывало данную акцию, это была поездка на день рождения в Великий Устюг к Деду Морозу. В этом году немножко по, скажем так, техническим причинам мы не смогли, к сожалению, да, вывезти семьи. Количество семей у нас варьируется тоже, да, там, мы за активное участие, да, семей отправляем в Великий Устюг на пару дней. Они проделывают очень достаточно сложный путь, туда добраться с Якутии очень тяжело. Ну, это тоже, как бы, своего рода такая у них сказкотерапия. Да, да, да. Это тоже такой неотъемлемый момент. Большой импульс в развитии даёт. Да, огромнейший. Вот получается, вот наш проект «Новогоднюю сказку» открывает день рождения Деда Мороза, да. Также у нас есть наш большой любимый всеми праздник «Новогодняя сказка», ой, «Новогодняя волшебная страна Харресхал» у нас есть мероприятие. Да, да, да. Но, к сожалению, из-за ковида, из-за ограничительных мер мы уже три года не проводим данное мероприятие. Очно. Да, да. Всегда проводилось он у нас, проходил в Куржало при поддержке, да, Кондрометалла, то есть на безвозмездной основе, этот большой красивый атриум. Приезжали туда дети со всех уголков Якутии, абсолютно все желающие. Ну, а сейчас в больших красивых социальных сетях. Да. Да. При поддержке наших родителей, представляете, наших детей нам удаётся этот праздник перевести в социальные сети. Дети дома готовят творческие номера, они поют, танцуют, рассказывают стихотворения, наряжаются, отправляют нам видео. Мы это всё красиво оформляем. Со всей республики, да? Со всей республики. И создаём такой небольшой наш онлайн-концерт. И параллельно его смотрят все районы, ну и сейчас даже можно зайти во ВКонтакте, например, посмотреть. Да, но и мы в скором времени выпустим, так сказать, онлайн... То есть, если вы к нам зайдёте сейчас в социальные сети, вы немножко не поймёте. Потому что это нужно быть в моменте, скажем так, да? Вы можете зайти, посмотреть, ага, увидеть детишек и так далее. А вот саму атмосферу, это она в моменте прощается. Это такой тонкий момент. Но по итогу мы делаем один большой концерт. То есть у нас ведущая девочка записана уже. И такой концерт. Это тоже будет у нас выложено в социальных сетях, можно будет посмотреть. У нас есть акции, но, к сожалению, в этом году тоже не состоялось. В ожидании чуда. Но она как у нас не состоялась? Как-то вот такими вот точечными моментами всё равно мы старались оказать помощь именно семьям, у которых дети с тяжёлым множественными решениями, которые не могут выйти из дома. Но в этом году акция состоялась благодаря поддержке компании «Драйвер». Специалисты, это не компания, это специалисты сами. Да, они решили сделать подарки для детей, для 20 детей. Вот у них тоже ограниченное количество, с множественными нарушениями. И они вот Дедушками Морозовыми и Снегулочками нарядились и навестили ребятишек. То есть вот такая вот у нас акция тоже есть, тоже в рамках новогоднего... Это вот такое хорошее у них профсоюзное мероприятие, по сути, да, которое каждый год они... Это сначала, может быть, это было для них что-то такое профсоюзное. Да-да-да, сейчас от души. Это уже... Они так делятся ещё эмоциями, знаете, вот мы вроде как бы работаем в этой сфере, нам как будто мы уже как будто бетонные, но нет, всё равно. Для нас это тоже очень всё трогательно. И вот их отзывы из специалистов, да, они говорят, мужчины выходили такие... Дедушка Мороз заходит серьёзно, а выходит уже такой с чувствами, уже совсем немножко другой, да. И они сами даже вот максимально благодарны за то, что их в команде, они могут сделать это в Новый год. Какие-то продуктовые наборы? Да, вот. Ну вот смотрите, давайте я вам немножечко быстренько расскажу, да, вот именно проточечно, да, как это у нас происходит, потому что семьи у нас получают не только помощь финансово-юридическую, а также, конечно, есть семьи, которые очень нуждаются в продуктовой помощи, да. То есть это обычно семьи, которые находятся в тяжёлой жизненной ситуации, малообеспеченные. К сожалению, если ребёнок с инвалидностью, тяжёлый ребёнок, он находится дома, мама не имеет возможности работать, поэтому такой семье всегда нужна поддержка. Да, и вот она у нас также, конечно же, проходит при поддержке наших партнёров, наших жителей, да, да. Ну то есть вообще компании, они, я не знаю, ну вот очень радуют, что это вот после 2020 года, вот как началось мысль, что мы все сидели дома, многие потеряли работу, и мы вот все старались поддержать друг друга в это тяжёлое время, но это вот у нас осталось, да. И благодаря компаниям, получается, у нас были подарены продуктовые наборы от компании, они не хотят, чтобы мы о ней говорили, но я скажу. Да, ну хорошо. Компания, магазин одежды One Studio, да, они говорят, не надо, нужно рассказывать о нас. Шикарные крупные коробки были, да, прямо с классными продуктами. Вот 20 семей получило у нас, да, творческое объединение, так, немножко уроки английского. Да. Инсто. Верд. Ага. Как это называется? Ка-то-кет. Это что-то вот на молодёжном, в общем. Да-да-да. Да. Они совместно с тремя партнёрами, они объединились и сделали невероятные продуктовые, плюс ещё наборы одежды немножечко, да, там договорились с якутскими компаниями, которые шьют, компания Сбербанк, Сбермаркет, то есть это было что-то невероятное, колоссальное. Они тоже самостоятельно, благодаря партнёрам, собрали энную сумму денег, которые поделили на сертификаты, которые получили... В Сбермаркет. В Сбермаркет, которые получили наши малообеспеченные семьи. Этот промокод действует в течение года, и они могут им воспользоваться, приобрести. То есть в любой тяжёлый момент всегда есть сертификат на продукты. Классно же. Это очень здорово. Вот и если вот вы тоже хотите оказать какую-то продуктовую помощь, мы в основном берём продуктовую помощь, потому что нам есть куда сразу её отвозить. Да-да-да. Мы её не храним, да, то есть у нас нет возможности, поэтому нам нужно вот сразу получить и отвезти. А ещё всегда нужны памперсы. Да. Всегда нужны памперсы, особенно для больших ребятишек, лежачих. То есть это вот такая помощь, которая точно у нас не останется лежать где-то на полке, а сразу попадёт в нужные руки. Да, у нас есть родительские объединения лучики света, где мы можем помочь. То есть вы можете обратиться к нам, да, например, у вас есть там памперсы, еда или что-нибудь, а мы уже вас координируем. Потому что мы знаем те семьи, которым требуется помощь или в Якутске, или в пригородах, да, в первую очередь, и отправляем в том числе и в районы республики. То есть есть такая возможность. Давайте мы скажем спасибо всем тем, кто был с фондом Харасхал в прошлом году. Надеемся, что вы останетесь партнёрами фонда в будущем. И приглашаем всех наших радио и теле, слушателей и зрителей быть волонтёрами фонда, помогать, следить за информацией и быть информационными волонтёрами, что очень-очень важно. До свидания.